Чёрные дыры средней массы, пожалуй, самые призрачные, самые загадочные объекты современной астрофизики. Они вроде бы и есть, но вроде их нет. В том смысле, что их существование уже как минимум десятилетия оспаривается как теоретиками, так и практиками. Суть тут вот в чём. Если массивная звезда сжимается в чёрную дыру, это неприятно, но всем понятно, приводит к образованию обычной чёрной дыры звёздной массы, скажем, до десятка солнечных масс. Внутри ядер, как правило, кроются совершенно другие монстры, сверхмассивные чёрные дыры, сотни миллионов и даже миллиарды солнечных масс. Привет, М87 в деве. Как они образуются, тоже ещё не вполне понятно, ну, по крайней мере, у нас есть некое определённое представление об их эволюции. Ну вот между этими крайностями есть чёрные дыры с массами от десятков до тысяч солнечных. Хороших, достоверных подтверждений существования этих дыр ещё нет. Что они такие, откуда они взялись и что из них получится, совершенно непонятно. Астрофизики рыщут по небу в поисках таких объектов, и, конечно, имеет смысл поискать их в плотных шаровых звёздных скоплениях. Плотность звёзд в центре шаровых скопления такова, что отдельные звёзды там довольно часто сталкиваются. При этом одни выбрасываются из скопления, а другие падают в самый центр. И этот канал поставки дополнительной массы попитывает ведро скопления до критической массы, такой, чтобы оно начало сжиматься в чёрную дыру массой в тысячи солнц. Иногда пишут ещё о том, что эта масса вполне может существовать, как гигантская сверхтяжёлая звезда, которая со временем сожмётся в чёрную дыру промежуточной массы. Однако теоретические модели показывают, что из-за эволюции звёзд, сильного звёздного ветра от звёзд с уровнем металличности Солнца, образование таких звёзд массы более ста солнечных может быть крайне затруднено. Возможно, подобные объекты могут формироваться в скоплениях с малой металличностью, но и в этом случае теоретический результат можно считать слишком неопределённым. Если теория не даёт чёткого ответа, то результаты наблюдений на самой грани чувствительности современной оптики можно назвать просто призрачными. Наличие гигантской массы внутри скопления должно сильно поменять динамику его вращения по кеплеровским законам, создав большую разницу в скоростях звёзд на разных расстояниях от центра. Видимое нам проявление таких изменений находится внутри радиуса меньше угловой секунды, что представляет собой сейчас предел разрешающей способности современных технологий. С другой стороны, мы знаем о наличии миллисекундных пульсаров внутри шаровых скоплений. Некоторые особенности эволюции двойных тесных пар внутри плотных скоплений звёзд производят большое количество пульсаров. Примерно 140 из 220 известных пульсаров, две трети, находятся в шаровых скоплениях. В 47-м Тукана, например, известно до 30 пульсаров. Одновременное существование таких разных объектов не может не привести к интересным последствиям. Динамические взаимодействия пар звёзд с чёрными дырами промежуточной массы должны обязательно выбрасывать один компонент пары наружу скоплений. Это должно в свою очередь привести к тому, что гала галактики должно постепенно наполниться как обычными гиперскоростными звёздами, так и гиперскоростными миллисекундными пульсарами. А вот это уже интересно. Эти пульсары, как меченые рыбы в косяке, каждый со своими особыми характеристиками, главным из которых является их индивидуальный период вращения, который можно определить с очень высокой точностью. И по ним можно отслеживать другие интересные вещи, например, вращение самой галактики, распределение массы в ней от тёмной материи до пыли и уточнять некоторые нюансы её эволюции. Считайте, что у нас прямо под рукой маркированные зонды, внедрённые в объект исследования. Конечно, само по себе наличие сверхскоростных миллисекундных пульсаров не укажет на конкретные скопления, откуда они вылетели. Возможно, мы ещё просто не изобрели хорошего метода. Но они определённо докажут само наличие таких чёрных дыр промежуточной массы. Уже есть несколько шаровых скоплений, кандидатов на то, чтобы обладать чёрной дырой промежуточной массы, известные нам Омега-Центавра, М54, NGC 2298, NGC 5694 и NGC 6388. Введение в строй радиотелескопов гигантов вроде ALMA, квадратного километра и других поможет приоткрыть завесу над этой загадкой. Не терпится? Не имётся. Начни свой путь в астрономию прямо сейчас. И, конечно же, рано или поздно тебе обязательно улыбнётся удача. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В небе прозрачном, тёмно-синим, В безмятежность и покой Наша галактика раскинет Яркий грустный звёздный рой. В беге галактик сумасшедшим Ты о нём не позабудь, И, словно с временем ушедшим, Вновь пройдёшь ты млечный путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok